Я репатриировался в Израиль, с семьей и женой приехали в Израиль в 2000 году и буквально спустя 7-8 месяцев мне пришло из банка Хап Алим письмо о том, что у меня есть задолженность перед этим банком в размере 47 тысяч шекелей. Естественно, я не поверил этому письму и думал, что произошла какая-то ошибка. Взял это письмо и через несколько дней я поехал в этот банк в другом городе Роматошарон. Встретился с директором этого банка, встретился с операционистом, который открывал этот счет. Оператор меня не узнала, то что это говорит, то что это не Виталий Сурков, когда была очная ставка вместе с директором банка. В результате небольшой перепалки, когда я просил показать все необходимые документы и копию паспорта, при котором были открыты счета в банке, открыт счет, естественно, мне директор отказался показывать. Хоть и, можно сказать, здоровье крепкое, но был такой нервный шок, что директор вызвал скорую помощь, амбуланс, и мне дали успокоительный укол, и меня отправили обратно, назад, в Ашдот на такси. Спустя некоторое время пришло еще несколько писем с разных банков о разных задолженностях, о том, что выписаны были какие-то чеки, чеки, естественно, не оплачивались, были выданы кредитные карточки, оплата была по кредитным карточкам. В результате четырех месяцев ко мне пришли письма практически со всех банков Израиля. Я обратился в первую очередь к бесплатному адвокату, чтобы помочь мне разобраться в этой ситуации, но мне посоветовал нанять адвоката платного, который мне помог бы закрыть все эти проблемы. В первое время мне адвокат помогал закрывать зеленые такие вот письма, которые приходили, исковые письма, сбыт межпата, судебных исполнителей. Но каждый иск, тот, который адвокат закрывал, стоил около 500 долларов. На седьмом иске у меня просто закончились деньги, и, естественно, я перестал оплачивать адвокату его услуги, потому что у меня просто больше не было денег. Дальше я начал сам бегать по всем банкам, по всем адвокатам, которые на меня подавали в суд, и доказывать свою невиновность. Спустя еще где-то год, это был 2003 год, я обратился на телевидение, на 9 канал израильского телевидения. Вышла передача «Ваше право», где я рассказал всему Израилю, всей стране о том, что произошло такое вот мошенничество, и прошу помощи от государства. И обратился к депутату Кнессета, чтобы мне как-то помогли. В тот же год я обратился к депутату Кнессета израильского парламента, к Марине Солодкиной, которая брала у меня письма, и были у меня обращения к ней на русском языке, она переводила это все на иврит, и обращалась к министрам внутренних дел и к правительству Израиля о том, что произошло такое мошенничество. А ответ от министра внутренних дел, первое письмо, которое я получил от него, ответ, говорилось о том, что они мне не могут помочь, и то, что номер паспорта выдаётся со дня рождения или со дня репортериации, и даётся на всю жизнь, и никогда не меняется. После того, как я получил это письмо от министра внутренних дел, я понял, что тяжело добиться справедливости, я обратился в суд о том, что мне бесплатно выделили адвоката, потому что денег у меня не было. На тот момент я уже остался без работы, потому что я очень много отпрашивался с работы, было очень много пропусков, к тому же на тот момент была арестована моя заработная плата, и просто-напросто ко мне подошёл директор моего завода, где я работал, и говорит, что в твоём случае лучше мы тебя уволим, потому что что-то серьёзное происходит. Таким образом, я в 2004 году остаюсь без работы, без средств к существованию, а все просьбы, все письма, которые я обращался к НЕСЭТу, к министру внутренних дел, были тщетны. То есть никто мне не мог помочь. Все писали о том, что мы сожалеем на то, что произошло, но нет закона, защищающего тебя. Это был официальный ответ от Министерства внутренних дел. В 2004 году, мало то, что я остался без работы, у меня не было денег абсолютно даже на пропитание. Все письма, те, которые приходили ко мне судебных исполнителей, заваливали уже просто за сотню. Их было очень много, и мне приходилось ездить каждый день в разные точки Израиля, и встречаться с разными, с различными адвокатами, быть, ходить, обращаться в судебный исполнитель, на то, чтобы прекратили против меня судопроизводство. Потому что денег у меня, еще раз повторюсь, на адвоката не было. В одно прекрасное утро, когда я выходил из квартиры, возле двери лежало письмо, абсолютно чистый конверт, не был заполненный. Когда я вскрыл этот конверт, то письмо содержало, вернее, было содержание такого, что тебя предупредили, и в ближайшее время, если ты не вернешь деньги, мы тебя убьем. Это письмо было написано из букв, вырезанных из газет. То есть не было ни почерка, просто буквы вырезали из газеты, и таким образом была анонимка. Естественно, обратился в полицию. Говорит, да, ждут, они у меня приняли заявление. Опять же, не хотят принимать заявление, по моему настоянию, когда я настаивал, они приняли заявление. И я вынужден был уйти из семьи. Потому что поступало много звонков с различными угрозами, физической расправы мне и уже бывшей жене. Снял комнату. Я прожил там еще где-то полгода. Некоторые из ребят, которые, можно сказать, крутые ребята, приезжали ко мне выбивать, грубо говоря, долги. Было несколько случаев, когда меня просто избивали, и говорили, что я верну долги, мой номер паспорта, все мои данные, будь добр, верни долги. После нескольких, как бы, рукоприкладств, я показывал документы этим ребятам и говорил, что меня просто-напросто подставили. После этого они, естественно, уезжали. Долгое время прошло, когда я... То есть, вернее, недолгое время прошло, когда я вообще остался без средств существования, и я вынужден был оставить ту студию-комнату, где я проживал, и мне пришлось жить почти три месяца на улице. Я жил на детских площадках на море, потому что у меня не было ни денег, был отрезан полностью от нищего мира. И в одну организацию я обратился за тем, чтобы мне как-то помогли. Они занимались проблемами малоимущих семей, и малодостаточных. И мне выдавали талоны, чтобы я ходил, брал питание. И таким образом я вот эти три месяца, когда проживал на детской площадке, я там таким образом и кушал. Но все равно брал долги, залазил в долги, у кого-то занимал деньги, потому что выхода у меня не было. Мне нужно было ездить, опять же, по разным городам Израиля и доказывать свою невиновность. Потому что те письма, которые мне приносили по старому адресу, парень приносил мне письма, отдавал. Нужно было в течение короткого времени обжаловать эти все письма. Я занимал деньги, ездил по всей стране и доказывал то, что меня просто подставили. То, что это не мои долги, не мой паспорт. И вообще-то фотография на паспорте совершенно другая. 2005 год, я опять публикуюсь во многих ведущих газетах Израиля, отдаю статью с просьбой обращения к правительству, к НСТУ Израиля, тем, чтобы мне как можно было помочь. Опять мне в прямой трансляции по телевидению даю интервью и обращаюсь, опять же, к правительству и депутатам НСТУ о том, чтобы что-нибудь предприняли и как-нибудь мне помогли, потому что я не видел выхода в моей ситуации. Опять же, в 2005 году я обращаюсь к министру внутренних дел, официально пишу ему письмо о том, чтобы мне как-то помог. Ответ его был, как и прежний ответ. Он мне не может ничем помочь, потому что закона в Израиле смены номера паспорта нету и он очень сожалеет то, что со мной произошло. В 2006 году я обращаюсь к президенту Израиля о том, чтобы мне тоже помогли. С официальными письмами я в этот же год обращаюсь опять к министру внутренних дел и депутатам КНЕСЭТа. Все это абсолютно бесполезно. Вплоть с 2002 года по 2010 год я продолжал все эти годы доказывать свою невиновность. Ездил также по всем городам Израиля. Очень много прошел судов, более 34 судов, там где я доказывал именно сам свою невиновность. Немножко ранее, в 2005 году мне по решению суда выдали бесплатного адвоката и в 2007 году с меня сняты более 25 судебных серьезных исков и сняты все обвинения. То есть в 2007 году я все-таки добился справедливости. Но после решения суда ко мне все равно приходили исковые заявления судов о том, что я должен вернуть определенную сумму денег и выписаны какие-то поддельные чеки. Я с 2007 года по 2010 год я также продолжаю ездить по городам Израиля, доказывать и возить с собой более 5 килограмм документов, доказывая всем о том, что я невиновен, несмотря на решение суда в 2007 году. В 2010 году я обратился к одному из адвоката Светланы Гринфельд и в 2010 году мне этот адвокат, который очень много помогал и в 2011 году мы подали иск в Верховный суд Израиля Богац но иск Богац отклонил. Когда мы подавали иск с адвокатом Светланой Гринфельд в Богац первый ответ, который от них был то, что они приняли на первом этапе не приняли наше исковое заявление и дали время прокуратуре, чтобы они разобрались в этом деле. прокуратура трижды просила у нас отсрочки и спустя почти три месяца прокуратура мне ответила о том, что они не могут мне абсолютно ничем помочь и в принципе они закрывают это дело. То есть не на все мои обращения то, что я просил и писал исковое заявление с просьбой заменить номер паспорта, потому что на данный момент я не могу нормально жить, потому что я не знаю где мой номер паспорта находится, у каких мошенников не дай бог они могут попасть к каким-нибудь террористическим группировкам и как в дальнейшем этот номер может всплыть спустя год, два, три я этого очень сильно опасаюсь. Но прокуратура несмотря на то, что я все 10 лет доказывал и продолжаю бегать доказывать свою невиновность, потому что исковые заявления и исковые письма судов и судебных исполнителей различных адвокатов до сих пор мне приходит даже в 2011 году в суде находится еще несколько открытых дел на сумму свыше 120 тысяч шекелей то, что я должен. То есть я не знаю в какой момент у меня может опять арестоваться банковский счет и какие дальнейшие действия я опять же не знаю. Получается то, что я всю жизнь должен доказывать то, что я невиновен. Прокуратура мне в этом помощи отказала. Естественно Богац получил ответ от прокуратуры Богац Верховный суд Израиля согласился с прокуратурой и дал мне ответ то, что дальнейшее дело мое просто закрывается. Субтитры Верховный Субтитры 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 Субтитры